То, чем сейчас занимается наше правительство, оно говорит нам о следующем. То есть правительство решило попадать в банки. Вопрос. Правительство что думает? Правительство думает о своих банках или о населении? Если правительство думает о населении, то почему бы и нет? Потому что население закредитовано. И оно чересчур закредитовано вот такими вещами. Быстро деньги. Деньги сейчас. Деньги всем. То есть вы берете деньги и вы можете с ними не речитаться, потому что проценты слишком большие. Так ли это? Будем надеяться, что так оно и есть. То, что правительство работает для своего населения. И вообще никаких пирамидок быть не должно. Так вот, прежде чем это сделать, необходимо вот эти вещи убрать. Доступные кредиты населению. Если вы захотели нормальный кредит, уж поверьте мне, необходимо пройти в банк. Доказать, что вы кредитоспособный человек. А потом уже брать кредиты. И это мы говорим о степени рисков. То, что выдается вам на каждый день, по сути, сумма небольшая. 5-10 тысяч рублей или менее того. Про проценты я вам говорить не буду, но сумма крайне большая. Можно взять, а можно кинуть. В случае кидалого, если маленькая сумма, вы можете съездить куда-то. Если много и не раз, то будете сидеть в России, по сути, и никуда не выехать вам. Вот такой бизнес – это заболевание мозгов. Крутиться в экспресс-кредитовании. Банки круче. Было-то время банковского дележа. По сути, банки хотят деньгу-то и получить. И по сути, банки везде одинаковые. Но вот смотрите, я там беру сумму в несколько сотен миллионов долларов под тамошние проценты. И в пиндячевую россияну. Тамошним банкам хорошо. Ну, а сколько я здесь заработаю, то это моя прибыль и есть. Я беру там по 3%, вам в пиндярю под 65%. Но проблемки и банки – ах! Там брали в долларах, их и придется отдавать. Вот таким банкам и наступает конец. То, о чем я вам говорю, имело бы место быть. Но возникают проблемы. Я вам показывал только что другие мероприятия, которые выдают деньги. У них очень все серьезно. Поэтому там проценты бешеные. То есть, понять-то надо, да? Кто-то деньги не вернул, но зато платите вы деньги за того человека, кто деньги не вернул. Самый простой вариант из этой структуры – это были банки. По сути, надо сказать, что банков в городе, в мире, в стране, особенно в стране, было практически тысяча штук. Я этого не понимаю, потому что, когда был один единственный банк, это был единственный Сбербанк Советского Союза. Тогда был один единственный банк. Вы могли у них взять деньги под дешевые проценты и все купить. Но ситуация поменялась. И вот внезапно банков стало очень много. Но, тем не менее, сейчас банки прикрываются. Потому что, по сути, максимум надо было, чтобы осталось по всей стране банков пять, ну, десять. И то много было бы. А так было клево, да? Вседозволенность дала людям возможность эти банки финансировать. И банки слиняли. Вот здесь был раньше Юнии Аструмбанк. Теперь это Старбанк. Куда Юнии Аструмбанк делся? Куда-то сдылся. Вот. Старбанк, ну, занимается чем-то. Вот. Но тоже я бы, честно, дал бы возможность и брал бы кредиты под нормальные проценты у нескольких банков. Но уж поверьте мне, даже некоторые банки, вот эти самые, да, они не дают деньги под нормальные проценты. И у человека возникает вопрос, как деньги взять? Вопрос решается очень просто. Кредиты потребительского кооператива. То бишь он деньги берет у вас. Вам платит серьезные проценты, выдает, естественно, деньги. И на этом и живет. Теперь самое интересное. Была в жизни такая кооперация. Мы вносили деньги, а потом их и брали, и возвращали. Кредитные потребительские кооперативы работают и сейчас. Вот только маржа у них не банковская. Там 60%, здесь 35%, почти в два раза ниже. Ну, а как попросить деньги у населения? Естественно, подняв проценты. Пойдут не каждый, но кто понимает прибыль, прийдет. Дальше сложнее. Как выдать? Здесь выдают под те же банковские проценты. Больше уж никак. И теперь, по сути, принцип кооперации понятен. Вы даете деньги, а они выдают кредиты. Понятно, что обеспечить банковскую контору сложнее. И поэтому их и немного. И поэтому это ваше право вступать в кооператив или нет. Но, по сути, предложение ставок в три раза выгоднее, чем в банке. Так вот, теперь вопрос другой. Кредитно-потребительские кооперативы. Ну, вот меня интересует деятельность кредитно-потребительского кооператива «Град Капитал Кредит». Вот. Что они вам дают? По сути, у них нет такой большой рекламы, как у банков. Банки везде и всюду вам рекламировали, рекламировали, рекламировали. И вы туда идете. Но, если бы потребительский кредитный кооператив захотел бы жить, используя банковскую структуру, он бы брал эти деньги под ваши проценты, под 65%. Кому это, по сути, нужно? Да никому. Вопрос номер другой. Стремление работать с проблемными задолженностями. Это вот те люди, которые везде и всюду вам выдают кредиты. То есть, понятно, да, там проценты очень высокие, сверхвысокие. Вы таких процентов даже не поймете. Но и процент швырева тоже в больших количествах. Так что, чтобы там работать, это проблема. Здесь все по-другому. Здесь у вас берутся деньги, вы получаете свои проценты. То есть, если сумма свыше миллиона рублей, то вы получаете 26%, чуть поменьше, поменьше. Ну, я не помню, сколько. Ну, примерно 25-26% в год. И они также выдают кредиты под банковские проценты. Вот на этом мы и живем. То есть, когда мы говорим о пирамидках, слово пирамидки, ну, никак к финансовым кредитным потребительским кооперативам никак не относится. Все остальное, это вот, скорее всего, банки, которые, беря свои деньги за бугром, под 2-3% нам впаривали за по 25, по 25 это там ипотека примерно. А так 65%. И мы брали, и мы брали.